всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду у испанцев есть достаточно большое количество блюд которые они постарались максимально заполнить углеводами и готовят они эти блюда как правило зимой зима в испании это по погоде то же самое что в средней полосе россии поздняя осень то есть плюс 18 12 дожди ветра сырость промозглость и как правило отсутствие центрального отопления в домах учитывая что отапливаются электричеством дорого газом очень дорого испанцы и находясь дома предпочитают утепляться самостоятельно то есть одевать на себя 20 одежек всякие свитера всякие там шапочки волочные тапки толстенный подошвы такой понятно что в такой обстановке хочется трескать что-нибудь калорийное вот такой блюдо сегодня покажу называется но у испанцев да собственно и никак он не называется в переводе с испанского это будет тушеный горох с бараниной в наших краях в девяносто девяти случаях из ста когда едят горох то употребляют вот именно вот такой и обычно называют турецким или среднеазиатским я его замочил вчера в прохладной воде и добавил сюда пол чайной ложки соды я вам больше скажу здесь настолько часто едят такой горох что в магазинах торгующих кухонной утварью чуть ли не половина полок заполнены всякими скороварками а вторая половина причиндалами к этим скороваркам то есть уплотнители клапаны и все такое да и для тех у кого нет скороварок магазинах продаются также и отваривание в банках впрочем хватит уже болтать давайте начинать полный список продуктов основные этапы в конце укажу пока промываю горох и отправлю его вариться сразу и посолю варить надо до полной готовности как пишет производитель если этот дорог был приводить замочен то он варится два-два с половиной часа у меня скороварки нет поэтому ждем но вернусь я на кухню через полтора часа продолжаем разговор горох минут через 30-40 будет уже готов масло пусть и загревается пока я парочку звуков чеснока очищу хорошо разогретом масле надо подрумять баранину чеснок сюда и мясо эти куски тазовая часть на канале уже вышли кажется ролики с сыровяльной бараниной и вареной копченой барани ножкой я в магазине для тех рецептов купил сразу половину барана заднюю ножки отделила крестцовая часть вот пошла сюда лук пока проблю средним кубиком и морковь готовлю мне тоже на дно рубить вот так про баранину не забываем можно и посильнее подруменить а можно уже прям сейчас лук и морковь положить я так и сделаю и пора добавлять все пряности которые сделают сегодняшнее блюдо особенно согревающим это корица это имбирь молотый это анис он же звездчатый анис баден короче и острый перец кориандр и зиру размелю ступки зира она же кумин вот так и перемешать добавляем огонь и оставляю томиться под крышкой минут на десять-пятнадцать пока займусь картошкой и испанцы добавляют я думаю во первых для увеличения количества углеводов в блюде а во вторых потому что картошка частично разварившись даст соус такую классную крахмальную густоту поэтому часть картошки нарежу относительно мелко остальное крупнее лук с морковью уже дошли до кондиции пора добавлять картошку смотрите сколько лук дал сока лично сразу можно посолить и томить до готовности до готовности картошки это займет минут 20 ждем картошка готова осталось добавить протертых томатов и пусть с ними минут пять-семь еще потомиться на самом деле если у вас есть скороварка то вот этих вот первоначальных полутора часов на перерыв вам и не потребуются к тому времени как горох сварится и мясо с овощами дойдет до кондиции пора добавлять горох сейчас самое время выправить на вкус на соль если лук и морковь недостаточно сладости добавили сахара добавить если томаты недостаточной кислоты кислоты добавьте виде лимонного сока или наверное лучше вкусного винного либо яблочного уксуса яблочный уксус это не то же самое что столовый яблочный вкус имеет вкус яблок аромат яблок он вкусный не смешивать понятие вот эти попробовать так немножко соли немножко сахар добавлю так вот наверно соли смело сахару наверное где-то вот вот так вот минут десять еще по булькой для того чтобы соль сахар зашлись и все вкусы в этом в этой кастрюльке перемешались и можно за стол садиться и вот такое чудо получилось вот вы сейчас смотрите и наверняка забыли про пряности очень сильный аромат пряностей очень яркий так я сейчас с гороха ночью очень насыщенный такой запах тут и на овощи на тушеные и баранины пахнет легкий аромат баранина мара молодая кстати говоря и очень сильный еще раз повторюсь очень сильный аромат пряностей все тепло такое пошло и имбирь и бальян звездочный и корица чувствуется вы знаете я думаю что корни этого испанского блюда лежат в тунисе помните тунисскую шакшуку сейчас скажете да она не тунисская на израильская израильтяне взяли ее в тунисе она вообще переводе с тунисского какой там язык на язык магнитом короче ашакшука в периоде это означает импровизация там очень много всякого может быть намешано но самое главное тут добавляется большое количество самых разных пряностей отчего это грудь просто взрывает мозг но и яркая мощная так вот здесь тоже очень яркая за счет большого количества пряностей если вы пряности не положите получится обычный классический всем известный там картошка с мясом тушеная только с добавлением гороха данном случае но вот здесь именно пряности играет всю глазу саму важную роль так ну я уже по мясу пройдусь говорить и можем бесконечно вот этот кусочек баранинки чудо ведь она еще поджарилась так с одного боку то есть аромат жареного мяса присутствует вот это очень вкусно с кислинкой помидор со сладостью сахара и в первую очередь моркови луком отомленого с очень такой крахмалистый густоту этого соуса картошка дала крахмалистость вот эту это очень классное блюдо очень очень вкусно приготовьте не пожалеете огорок кстати можно замачивать и не только на наносится но и на сутки он еще быстрее сварится если у вас нет скороварки просто класс готовьте согревайтесь и пусть у вас в эту зиму будет все вокруг пушисто тепло радостно и ярко и огромное спасибо за компанию всем пока